За моей спиной самое старое здание города Щелково. Дом 1899 года строения. Ему бы работать памятником архитектуры, но здесь по-прежнему живут люди. Краска на стенах облупилась, повсюду грибок и антисанитария. А ведь здесь совсем недавно прошел капитальный ремонт. Заключение, МЧС дает заключение. Нарушена вся электропроводка здесь. Не сегодня, а завтра можно здесь поварить. Надежда Просверина проживает в доме номер 4 по улице Новая Фабрика вот уже 30 лет. На ее памяти строение всегда находилось в состоянии близком к аварийному. Два года назад квартира Надежды Ивановны была обследована межведомственной комиссией города Щелково. Заключение для жилья непригодно. Проводка сгнила, в потолке дыры и так по всему общежитию. Теперь администрация городского поселения пытается убедить квартирантов, что ремонтные работы в здании практически завершены. Никому не хочется жить в таких условиях. Хотя у нас сейчас на 21 век прогресс и все тому подобное. Ну, довели людей до чего. Ливневая канализация в доме практически разрушена. Сантехника проржавела насквозь. В итоге везде сырость, грибок. Жильцы с ужасом ожидают, когда весной начнет таять снег. Ведь вода опять потечет прямо в квартиры. В таких условиях люди прожили много лет, но привыкать не собираются. Переселение городские власти им обещали неоднократно. Но пока дальше пустых обещаний дело не зашло. Более того, несмотря на полуразрушенное состояние, здание до сих пор не признано аварийным. Судебная тяжба квартирантов дома номер 4 с администрацией города Щелково имеет многолетнюю историю. Почти каждый из жителей хотя бы раз подавал иск. Мы уже в девятом году подавали, в одиннадцатом году. И вот сейчас у нас было, сейчас будет седьмого, третий раз уже суд. Что решит администрация, не знаем. Надежда Ивановна переписку с городской администрацией ведет с 2005 года. Пока все, что остается, кипа разрозненных бумаг. Отсутствие результата толкнуло женщину на отчаянные меры. Бесконечные суды. Правда, последнее судебное дело она проиграла, но сдаваться не собирается. Мы, люди, которые всю жизнь проработали в трудных цехах, 30 лет потеряли свое здоровье. И мы должны жить в нечеловеческих условиях. У нас нарушат наше право наше личное жилье. И я вышла с иском, подала в суд о незаконном бездействии администрации городского поселения Щелково. Они подают встречное исковое заявление. Выселить меня и моего сына без представления другой жилплощади. Жить в аду или оказаться на улице – выбор невелик. На стене здания красноречивое выражение. Заходи, не бойся, уходи, не плачь. Многие с удовольствием покинули бы этот дом, да вот только идти его жителям некуда. Между тем, некоторым получить квартиру не составило ни малейшего труда. Как нам стало известно, в недалеком прошлом новоселье справили различные сотрудники городского муниципалитета. В числе прочих бывший заместитель главы администрации города Щелково Александр Янин.